Всем добрый день, всемиры и добры, меня зовут Валерия, сегодняшнее видео ответ на один из ваших вопросов. Вопрос касательно увлажняющей косметики с гиалуроновой кислотой. Казалось бы, зима сейчас холодно и не время для увлажняющей косметики. Хотя относительно недавно я вам делала видео, в котором наоборот призывала в осенне-зимний период использовать увлажняющую косметику. Да, не в качестве дневного ухода, но вечером или же 2-3 раза в неделю делать какие-то увлажняющие маски, как само собой разумеющиеся. Или же под вашу более питательную, плотную косметику можно использовать всевозможные увлажняющие сыворотки, эссенции и так далее и тому подобное. Но чем старше мы с вами становимся, тем на самом деле в осенне-зимний период для нас актуальна увлажняющая косметика. Почему так? Потому что когда у нас с вами мороз, сухой воздух, и когда мы с вами находимся в помещениях, где работают батареи, там не важно центрального отопления или какие-то еще другие, то нас окружает сухой воздух. А сухой воздух будет высушивать нашу кожу. Сухая кожа, ранние морщины, да, или усугубление морщин, шелушение, покраснение и так далее и тому подобное. Поэтому увлажняющая косметика тем более актуальна в том числе и в зимний период. Особенно если у нас, еще раз повторю, кожа зрелая или априори сухая. И вот смотрите, какая коллизия с увлажняющей косметикой, да, гиалуроновая кислота. Нужно знать инструкцию фактически, как пользоваться гиалуронкой. Если у нас гиалуроновая кислота высокомолекулярная, которая находится на поверхности нашей кожи, то она может нам сыграть медвежью услугу. Мы уже с вами говорим, воздух сухой, да, высушивается наша кожа. Но коварство гиалуроновой кислоты, которая находится на поверхности нашей кожи, в том, что она может вытягивать влагу из нашей кожи. Не удерживать влагу на поверхности нашей кожи, создавая ей комфортные условия, а наоборот тянуть ее изнутри. И это происходит тогда, когда сухой воздух. То есть опять-таки, когда морозный сухой воздух, когда сухой воздух в помещении, мы тоже самое можем пострадать с вами от гиалуроновой кислоты. Обычно про такой эффект гиалуронки говорят, когда жара сильная, когда сухой воздух, ну пустынный воздух. Но этот же эффект, да, вытягивание влаги из нашей кожи мы с вами можем получить и зимой. Особенно, когда у нас влажность в помещениях ниже там 60%. Поэтому, мало того, что нам нужно увлажнять кожу зимой, можно использовать другие всевозможные ингредиенты. Например, пептиды, которые стимулируют выработку гиалуроновой кислоты нашей родной изнутри кожи. Но не суть важна. В большинстве увлажняющей косметики гиалуроновая кислота будет присутствовать в том или ином виде. Поэтому, чтобы не попасть в просак, чтобы гиалуронка нам с вами не навредила, да, а нужно предварительно кожу увлажнить, чтобы гиалуронке было что удерживать. То есть перед нанесением увлажняющей косметики с гиалуроновой кислотой, допустим, протереть лицо тоником. Или оросить спреем с водой, да просто минералкой, да, вот сбрызнуть свое лицо и, не дожидаясь, когда полностью наша кожа впитает влагу, нанести увлажняющий крем для того, чтобы гиалуронка, еще раз, смотрите, она удержала ту воду, которая у нас как бы есть на поверхности нашей кожи, да, и не тянула ее изнутри. Ну и в течение дня, если мы с вами находимся в помещении, где работает отопление, освежать свою кожу, да, просто-напросто спреем, всевозможным минеральной водичкой в виде спрея, да, или просто орошать свое лицо, вот тогда гиалуронка действительно будет работать по назначению увлажнять нашу кожу или поддерживать достаточный уровень увлажненности, но не тянуть нашу влагу изнутри. И, кстати, такая же коллизия может быть с той косметикой, где присутствует глицерин. Глицерин тоже гидрофильное вещество, он тоже, его задача удерживать влагу, но, почему говорят, глицерин сушит кожу, да, во-первых, чистым глицерином фактически не пользуются в косметике, но глицерин действительно может сушить нашу кожу, опять-таки, если влага, да, если влажность нашего воздуха очень низкая, поэтому, если вы смотрите, у вас, допустим, зимняя косметика защитная, в которой присутствует глицерин, имейте в виду, что перед нанесением такой косметики снова-таки нашу кожу нужно увлажнить, для того, чтобы глицерину снова-таки было что удерживать, а не тянуть влагу из нашей кожи. Вот такие небольшие советы, на самом деле ухищрения, которые решат целый ряд проблем. И кожу увлажняем, да, и в то же самое время ни гиалуронка, ни глицерин нам не вредят. Ну, а теперь минутка благодарности. Я хочу поблагодарить вас, мои дорогие зрители, за ваши донаты, за ваше спонсорство на моем канале, за ваше суперспасибо. Я напомню, что последний год все эти деньги идут на помощь харьковчанам, которые пострадали во время боевых действий, которые остались без жилья, которые получили ранения. Также мы поддерживаем стариков, мы поддерживаем тех пенсионеров, которые являются опекунами своих малолетних внуков. Ну, и по возможности мы помогаем животным. Поэтому спасибо вам большое за поддержку харьковчан через мой канал. Ну, и напомню, что ваши донаты вы можете оставить любым удобным для вас способом по ссылкам, которые есть в описании под любым видео. Еще раз, огромнейшая вам благодарность от меня. Поэтому берите эту информацию к сведению. Не забывайте, если вы находитесь еще раз на рабочем месте, сухой воздух, да, у вас работает отопление, увлажняет свое лицо поверх. Вот как это летом принято, да, на самом деле можно увлажнять и зиму. Либо в целом пользуйтесь какими-то увлажнителями. Для того, чтобы еще раз, смотрите, чем выше влажность воздуха, тем на самом деле для нашей кожи лучше. Когда уже меньше 60, то наша кожа может страдать от недостатка влаги. Вот и все. Берите к сведению информацию. И будьте здоровы!